Памятники под охрану власти. В регионе будет создан единый реестр всех объектов, имеющих историческую или культурную ценность. Об этом было заявлено в ходе заседания коллегии обл. администрации. Кроме того, обсудили показатели районов и ход внедрения реформ. Приазовский район на первом месте. Во многом достижение позиций лидера областная власть соотносит с новаторской системой работы райадминистрации. Каждое село под персональной ответственностью специалиста госструктуры. Мониторинг ситуации проводится постоянно. Чтобы иметь возможность контролировать и оперативно реагировать на решение оперативных задач перед территориями, за каждым из 25 сельских советов закреплен работник райгосадминистрации, который несет ответственность за состояние дел на закрепленной территории по 10 показателям с еженедельным контролем. В список догоняющих в этот раз попал Вольнянский район. Руководитель территории многое попытался списать на необъективность составления рейтинга. Оценивая территории к процентной графе, добавить еще графу количественного выражения. То есть как сработало на самом деле, будет видно по количеству и проценту. Мы это сбалансируем и дадим более, скажем, честную оценку той работе, которая проведена на территории. Я с учетом вашего отношения к делу вам прощаю ваше первое выступление. Но если вы и дальше будете выходить на эту трибуну и забивать гвозди без шляпок и ставить задачи другим, то поверьте, вы долго не продержитесь. Поэтому, чтобы у вас не было головокружения от успехов, я вас на следующей неделе приглашу на балансовую комиссию без огнетушителя, вам расскажу, где ваши резервы. Садитесь. Кроме того, руководителям территории указали на равнодушное отношение к объектам исторического наследия. Курганы продолжают грабить, а памятники разрушаются. Эти вопросы должны быть на особом контроле, призвал собравшихся Александр Пиклушенко. На уровне управленческой вертикали вообще отсутствует орган охраны культурного наследия в Запорожье, в городе, занесенном в список исторических населенных пунктов Украины, в котором насчитывается более 500 памятных знаков истории культуры и архитектуры. Второе. До сих пор не приняты программы охраны земель историко-культурного назначения с необходимым финансированием на шести территориях области. Я ставлю перед вами задачу создать банк тех зданий архитектурных, которые должны быть сохранены, и бороться за каждый кирпич, за каждое окно, за каждую черепицу, чтобы она сохранила свой первозданный вид. Пополнение среди членов коллегии обл. администрации. Место в президиуме занял Ростислав Шурма, руководитель комбината «Запорожсталь». Кроме того, на заседании были озвучены новые назначения президента. Руководить Мелитопольской райадминистрацией будет Евгений Любцов, а Васильевской – Сергей Джуган.